Остров свободы Куба. Легендарная страна, о которой при всем ее колорите мы знаем не так уж и много. А между тем, этот остров богат своей историей, культурой и невероятным жизненным опытом. Время на Кубе остановилось примерно три десятка лет назад, и у вас все еще есть возможность увидеть мир прошлого. Название. Куба занимает общую площадь в 110 860 квадратных километров, а протяженность составляет 1250 километров. Государство граничит с США, Мексикой, Ямайкой и островом Гаити. Климат здесь тропический, температура колеблется от 22 до 30 градусов по Цельсию. Откуда произошло название острова свободы, до конца неизвестно. Предполагается, что слово Куба пошло от индейцев Таина, которые остров называли прекрасным местом. А некоторые историки поговаривают, что остров Кубой назвал Колумб в честь одноименного поселка в Португалии. Высокий уровень грамотности. Уровень грамотности на Кубе составляет 99,8%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Согласно данным ЮНЕСКО, Куба тратит на образование 10% ВВП. За последние 40 лет образование было одним из главных приоритетов в политике кубинского правительства. После революции 1959 года правительство Кастро национализировало все учебные заведения и создало единую государственную систему образования. И уже к 1995 году уровень грамотности на Кубе составлял 96%. Исследование ЮНЕСКО об уровне базовых знаний среди школьников показало, что кубинские учащиеся набрали на 100 очков выше, чем в среднем по региону. Сегодня на Кубе действует Академия наук. Четыре университета и 47 образовательных учреждений высшего и среднеспециального образования. Все высшие учебные заведения страны являются государственными. Доход. Зарабатывают тут в среднем 20-30 долларов в месяц. Когда слышишь такую цифру, кажется, что на острове должно быть все очень дешево. Но это не так. Туристы приходят в недоумение о цен на транспорт. Проехать на такси 5 километров – 10 долларов. Пообедать в ресторане – в районе 25. Один килограмм самого дешевого сыра – 15 долларов. Как же местные живут на Кубе? Начну с того, что кубинцы не пользуются туристической инфраструктурой. Например, ездят на автобусе, который из одного конца Гаваны в другой стоит в пересчете на российские деньги полтора рубля. Правда, там нет кондиционера и народ утрамбовывается так плотно, что невозможно закрыть двери. Перекусывают в дешевеньких местах за полдоллара. Не все они внушают доверия и не во всех можно присесть, зато дешево. По кубинскому паспорту – вход на те же самые концерты, в музеи. Билет на самолет местных авиалиний стоит во много раз дешевле, чем для туриста. Например, билет в Большой театр для кубинца стоит 1 доллар, для туриста – 30. На концерт – для кубинца – 4 доллара, для туриста – 15. На самолет Гавана-Сантьяго-де-Куба – для кубинца – 18 долларов, а для туриста – 118 долларов. Валюта. На Кубе две валюты. Одна валюта – конвертируемая песо – куки, для туристов. И локальные деньги – песо. Также и жизнь на Кубе течет в двух параллелях. Конечно, увидев вас, с вас все ждут куки, но есть много заведений и услуг – кафе, забегаловки, магазины, транспорт, даже такси, за которые можно запросто расплатиться локальной валютой. К примеру, сигары, которые вам продадут за 1 кук, стоят в обычном магазине 1 песо, а это в 24 раза дешевле. Или пицца для иностранцев стоит 5 кук, а за углом этого же заведения продают для местных по 5 песо. Очень интересно. Это разнообразит вашу жизнь, если в этом во всем разбираться. Соскучиться не успеешь. Родина самых дорогих сигар Кубинские сигары – самые дорогие в мире. Большая их часть производится именно в этой стране. Наиболее дешевые стоят 5 долларов, а вот самую дорогую сигару можно было приобрести в 2006 году за 1150 долларов. Она выпускалась в серии «Гурка Блэк Дрэгон». Табак для производства настоящих кубинских сигар проходит несколько этапов обработки на фабрике, и прежде чем он превратится в готовую продукцию, может пройти от 3 до 60 месяцев. А если это сигары резерва, то еще больше. Как происходит создание сигар? Свежие листья табака отправляются в сушильную камеру. Листья развешивают сушиться, процесс который часто называют «оттверждением». Этот шаг может занять до 3 месяцев. Техника сворачивания сигары может повлиять на финальный вкус сигары. Хорошая сигара имеет гладкую и блестящую обертку с листьями, аккуратно скрученными в одном направлении. После этого готовая сигара упаковывается и отправляется в магазины. Что нельзя делать на кубе? Обходите стороной одно животное, которое встретите на кубе. Речь идет о корове, так почитаемой и охраняемой здесь. За ее убийство лишают свободы на дольше, чем за убийство человека. Все представители этого вида домашних животных принадлежат государству. Если корову украли, то штрафом облагается хозяин животного, не сумевший обеспечить ей должную охрану. В случае болезни коровы или ее смерти естественным путем из-за возраста приезжает полиция освидетельствовать этот факт. Запрет на покупку новых авто. Запрет на покупку автомобилей был введен на кубе тоже сразу после кубинской революции, когда к власти пришел Кастро Фидель. В результате импорт новых автомобилей на Кубу практически прекратился. Отдельные партии поставлялись лишь из СССР или из стран социалистического блока. В основном завозились специальные автомобили – медицинские, пожарные машины и грузовики. Купить автомобиль на Кубе могли лишь юридические лица, поэтому в стране было не так много автомобилей в личном владении. По улицам Гаваны и других городов в основном ездили такси, автобусы, полиция и скорая. Относительно новые машины имели чиновники, у них были служебные автомобили. После революции граждане также не могли продать купленный до 1959 года автомобиль, поэтому старые машины передавались по наследству как семейные реликвии. Но в 2013 году кубинские власти сняли запрет на импорт и розничную продажу новых автомобилей. Это решение стало очередным шагом на пути к либерализации экономики, которую проводит кубинский лидер Рауль Кастро, брат покойного Фиделя. Запрет на фотографии. Когда будете фиксировать на камеру свое путешествие по острову, обратите внимание на те объекты, которые попадают в ваш объектив. Фотографировать военные, государственные учреждения, здания, базы, посты полицейских запрещено. Для съемки местных колоритных жителей нужно заранее с ними договориться. На Кубе правительственные авто подвозят людей. На Кубе правительственные автомобили обязаны подвозить автостопщиков, если внутри машины есть свободные места. Есть даже специальные точки, где автостопщик с большой вероятностью сможет поймать машину. Ожидающие там водители могут дождаться автостопщика и подвезти его. Лучшее в мире здравоохранение. Всемирная организация здравоохранения официально признала систему здравоохранения Кубы лучшей в мире. По мнению заместителя генерального директора ВОЗ доктора Анарфи Асамааба, мир должен поучиться у этой страны. По мнению зам гендиректора, Куба имеет высокие стандарты медицины, которые можно перенять в качестве модели для развития здравоохранения в других странах. Данные выводы были сделаны в ходе встречи представителей ВОЗ в Гаване. Экспертов привлек тот факт, что в стране всем гражданам оказывается высококлассная медицинская помощь на бесплатной основе. Их также впечатлили компании, направленные на искоренение заразных болезней. Помимо поддержания собственного здравоохранения на должном уровне, Куба занимается обучением иностранных специалистов и помогает коллегам более чем в 32 странах. На Кубе нет Кока-Колы. Почему Кока-Колы нет на Кубе? Дело в следующем. На Кубе вообще запрещена продажа любых заграничных безалкогольных напитков с 1960 года, когда в стране произошла Кубинская революция. Вместо нее здесь пьют Куба-Либре. Название напитка переводится как «Свободная Куба». Куба – коммунистическая страна. Вот уже 60 лет Куба чуть ли не единственная страна в Карибском регионе и едва ли не во всей Латинской Америке, которая может позволить себе не подчиняться внешней политике США. Ничто не заставило Кубу сменить курс социализма. Ни распад СССР, ни уход Фиделя Кастро, ни американская блокада. И хотя здесь нет свободы слова и интернета повсеместно, но на улицах вы не встретите нищих, а медицина и образование абсолютно бесплатны. С возрастающим интересом туристов остров постепенно развивается, меняется и его внешний облик. Сегодня Куба – это не только льющийся рекой Ром и латинские танцы на набережной, но и развитая инфраструктура, отличные возможности для дайвинга и расслабленного пляжного отдыха. К этому списку можно добавить архитектурные памятники колониальной эпохи, естественную красоту природы, обилие экологических маршрутов и мягкий тропический климат. Запрет на пользование сотовыми. В 2008 году на Кубе был снят запрет на пользование гражданами мобильными телефонами. Ранее легально пользоваться сотовой связью на Кубе могли только иностранцы, сотрудники иностранных компаний и представители органов власти. Решению о снятии ограничений на мобильную связь предшествовала отмена запрета на свободную продажу компьютеров, телевизоров и видеомагнитофонов. Здесь находится база Гуантанамо. База в заливе Гуантанамо. Арендованная в 1903 году после Испано-Американской войны, военная морская база в заливе Гуантанамо, Куба, в 30 километрах от одноименного города. Нынешний статус базы регламентируется договором от 1934 года, заключенным после ряда государственных переворотов на Кубе в начале 1930-х годов. Фактически США осуществляет свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объеме. А юрисдикция Кубы носит чисто формальный характер, что признано Верховным судом США по делу Бумидиена в 2008 году. С практической точки зрения Гуантанамо это не заграница, постановили судьи. Ежегодно США отправляют Кубе чек на 4085 долларов за аренду базы. Но после победы революции кубинское государство отказалось принимать от США указанную выше плату за аренду базы. А после появления в 2002 году на территории базы тюрьмы попыталось расторгнуть договор аренды и добиться эвакуации базы, аргументируя это нарушением условий аренды. 21 января 2009 года на второй день пребывания в должности президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы. Однако до сих пор тюрьма не закрыта. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На этом все, друзья. Смотрите другие видосы на моем канале. Завтра уже выходит новое не менее интересное.